Привет, у микрофона Антик, и сегодня мы поиграем в релизную версию игры Warhammer 40 000 Mechanicus. Игра вышла 15 ноября, еще не так давно, если вы помните, я делал видео по альфа-билду. Там нам давали поиграть за уже готовых прокачанных персонажей. Ну, а сегодня мы, конечно же, начнем заново и будем прокачиваться с нуля. Тем более, что в игру добавили русский язык, то есть мы сможем, как говорится, погрузиться глубже в историю, в сюжет. Также подшлифовали графику, кое-где улучшили интерфейс. В целом, конечно, механика Mechanicus осталась той же, но некоторые маленькие детали были переработаны. На этом я еще заострю внимание в процессе, но прежде чем мы начнем... Друзья, один начинающий ютубер очень просил рассказать о его канале. Зовут его Рязаныч, и снимает он довольно интересные игры. RimWorld, Crusader Kings, Stellaris, Total War, да... На сегодняшний день у автора наблюдается явное пристрастие к стратегии, что, конечно, является безусловным и неоспоримым достоинством этого канала. Так что, друзья, не упускайте момент и подписывайтесь прямо сейчас, если вам такое интересно. Ссылка в описании. Итак, друзья, сейчас будет долгое сюжетное введение. В принципе, в своем предыдущем ролике я 100% не зачитывал, потому что там было все на английском. И я просто диалоги переводил и коротко вам пересказал. Но поскольку русский язык появился, я считаю нужным это все дело почитать. Тем более, что до 30% людей смотрят с мобилок, и им читать не очень-то удобно. Так что я стараюсь такие вещи всегда вслух зачитывать. Окей, кто это все не хочет смотреть и читать, тот может, в принципе, перемотать ролик минут на 10 вперед. Ну, а мы приступаем. Итак, 41-е тысячелеки. Время войн и тьмы. Империум человечества предъявляет свои права на всю галактику во имя Бога Императора. Люди сражаются в бесконечной войне с врагом внешним, ксеносами, врагом внутренним, еретиками, и врагом из загробного мира. Сверхъестественными, ужасными существами. Тут я, на самом деле, не совсем понял, что за загробный мир. Как бы, если имея в виду некроны, то еще можно как-то прервать к загробному миру. Но если имея в виду порождение варпа, то это, наверное, не загробный мир. Вот тут непонятно, короче. На английском было более, по-моему, адекватно. Рядом с военным флотом Империума сражается Адептус Механикус. Ну, как вы видите, локализация немножечко страдает. Как-то обычно бывает. Они техножрецы Марса. Хранители технологий человечества, которые постоянно ищут уцелевшие крупицы знаний славного прошлого людей. Исследуют глубины галактики в поисках давно потерянных для человечества миров. Во имя своего бога машины, они изготавливают имперские военные машины на огромных фабриках, именуемых мирами-кузницами. Постепенно техножрецы Адептус Механикус избавились от своих человеческих слабостей, заменив свои конечности и органы механизмами, более сильными физически и духовно чистыми. Их предводители, загадочные магасы, захищают мир и кузни и исследуют самые потаенные уголки галактики вместе с когортами своих солдат-скитариев. Наступила пора войн, трагедий и мрачных предзнаменований. В этой отсталой галактике Адептус Механикус – один из последних бастионов, который не дает человечеству вступить в новую темную эру. Впрочем, возможно, именно он и ускорит ее рассвет. В новосфере какое-то эхо, магас. Старое сообщение, затерявшееся в варпе, и вновь услышанное только сейчас. Оно стоит нашего внимания? Великий разлом угрожает галактике. Ресурсы Адептус Механикус уже на исходе. Мы слабы как никогда. Хотя Империум об этом не знает, а это, возможно, ключ к победе. Пускай с большим числом неизвестных. Возможность исследовать, может быть, даже ускользнуть от настигшего нас злого рока. Источник сигналов находится на Сильве Тенебрис. Это часть Амисус Солярис в сегментуме Ультима. Просмотри списки и Реддит. Собери их. Да, жесть, слушайте, какой мелкий шрифт. Просто вырви глаз. На мобилках, наверное, вообще ни хрена не видно. Сто процентов. Обращение к последней записи в журнале Магоса Ресака. Это как раз тот Магос, который первым оказался на планете. Те, кто услышит это сообщение и последует за мной сюда, вознесите хвалу за то, что увидите то же, что видел я. Но будьте осторожны, мои братья, ищущие знаний. Под этим миром что-то есть. И, боюсь, надеюсь, я разбудил его. Я пришел в этот мир, чтобы исследовать его развалины, но обнаружил нечто гораздо большее. Ужасы, да. Опасность для тела и души. Но, клянусь Амнистией, я обнаружил такие чудеса. Это последнее сообщение Магоса Ресака. Он пропал в ходе выполнения задания для Эксплоратора. Исследовать сооружение ксеносов на Сильве Тенебрис. Гипотеза. Он что-то нашел. Наша задача в этом мире установить, есть ли здесь ксеносы, и, если есть, уничтожить их, как угрозу Империуму. Открылся великий разлом, а это означает, что мы не сможем призвать подкрепление из миров кузни. Нам придется обходиться войсками и ресурсами, которые мы привезем с собой. Анализ выгоды. Мир для сектора. Знания для человечества. Плюс потенциал, плюс возможность. Короче говоря, кто не в курсе, а Адептус Механикус, они общаются иногда на таком формальном, формализованном языке. Наполовину формализованном, наполовину нормальном. Наполовину на естественном, так называется это в терминах IT. Так, возможность уничтожить труды ксеносов с Сывола. Мне присвоить их. Магасы, мы приближаемся к координатам цели. Синхронизация с Сестом. Запрос путешествия через Варп. Выход из Эмпири. Восточная окраина. Сильвотаневрис. Координаты к Сайгре, кто обратил внимание, тут вот, которые указаны внизу, это число Пи. 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2. Вот она. Климат умеренный, атмосфера стандартная, пригодна для дыхания. Скорее всего, мои скитарии смогут действовать там без особых проблем. Они готовы к высадке. Мы высадим их, как только окажемся на устойчивой орбите Магас. Судя по записям администраторума, на поверхности возле разваленных сеносов есть колония. Надежда Святого Экхарда. За 200 лет не зафиксировано ни одного контакта. Считается, что колония утеряна. Скитария отряд тихно-жрецов под моим непосредственным командованием рассредоточится на поверхности возле развалин. Я буду наблюдать за ними с трона, командующего на борту. Серво Чарри приедет, станет моими глазами и ушами. Мы совершим высадку немедленно. Да, Магас. Я создам передовой командный пункт. Сигналы Ресака шли как будто из-под земли. Мы обезопасим все выходы в подземелье сооружения. Все входы в подземелье сооружения. Чтобы наши техно-жрецы могли начать исследование. Найден сектор Агролеха. Да, мы вот такие будем сектора находить на планете и потом в них уже отправляться. За добычей. За знаниями, простите. Эта древняя гробница смердит затлостью и пылью. Когда-то внушительная, теперь она завалена мусором и несет на себе следы древности. Тут и там сквозь трещины в стенах на потрескавшийся и потусневший металл падает слабый свет. Когда-то здесь царила мрачная и гнетущая атмосфера, словно нарочно созданная для того, чтобы сломить дух обитателей гробницы. Сейчас это место по-прежнему внушает ужас, но навевает мысли не о жестоком руководящем разуме, а лишь об упадке и смерти. На первый взгляд гробница кажется заброшенной, но по мере того, как исследовательские войска продвигаются по ее безмолвным коридорам, древняя пыль пробуждается. И нечто давно умершее вновь начинает оживать. Судя по имеющимся у нас сведениям, это что-то вроде подземной гробницы. Значит, меч амнистии готов обрушиться. Выдвигаемся немедленно. Пусть тайны этого мира равно нулю. Типа пусть все тайны этого мира будут нам известны. Я советую действовать осторожно, мага с фоу стеней. Наша цель должна заключаться в том, чтобы уничтожить угрозу ксеносов, а не в том, чтобы наслаждаться их ересью. Афоризмы логика святых. Так, в присутствии ксеноса таются невидимые миазмы тления. Ничего не понятно. Уничтожение с орбиты невозможно, видекс. Строение находится слишком глубоко под землей. Из цивола. Я не намерен собирать все безделушки, которые найдутся в этом месте. Вот такой вот он категоричный. Мага с отрядом техножрецов-эксплораторов находится в гробице и готов приступить. Никто не знает, что они там найдут. В случае нештатной ситуации мои люди перекроют периметр. Неразумно отправлять всех наших людей в неизвестность, особенно при наличии духовной угрозы, перед которой скитарии вряд ли способны устоять. При всем моем великом уважении к скитариям, они куда дальше от восхождения, чем техножрецы. Это так, субдоминус. Я буду лично руководить этой миссией с троной командующего. Серого черепа Реддитус станет моими глазами и ушами. Приступим во славу амнисии. Так, короче говоря, сейчас у нас начинается учебная миссия, которую мы проходить не будем, потому что мы уже ее проходили. В принципе, я показывал в своем первом ролике об этой игре. И тут у нас путешествуют Джереми и Монариус. Вот эти два персонажа, они в альфа-билде пропадали после этой миссии. То есть мы за них как бы поиграли, учебную миссию прошли, и дальше нам уже давали прокачанных техножрецов. Здесь же мы их же и получим после этой миссии. То есть неважно, как мы эту миссию пройдем, мы можем ее даже и не пройти. Все равно у нас будут вот эти два персонажа. Короче говоря, смысл в том, что мы тут маленько по коридорам походили, и в конце встретили лорда Некронов, которого захватили в плен живым. Вот так вот, если коротко. Так что мы эту миссию пропускаем. Окей. И оказываемся на корабле. Так, ну че ж. Давайте еще раз. Вот тут у нас, значит, магасы, которые будут доступны чуть позже. Пока что нам доступны всего лишь два. Наша когорта. Здесь у нас, видите, два магаса, и всего лишь один пока... Только сервитор пока доступен. В процессе прохождения, конечно, будут доступны и другие юниты. Но пока что двое. Итак, сейчас мы чуть-чуть прокачаем. В принципе, это менюшку кастомизации мы уже видели. Можно тут пока что только либо меч дать, либо оружие. Потому что у них у всех первый ранг. То есть у Джереми и Монариуса. Видите, первый ранг. И аугментации всего лишь один слот. Вот, если мы пытаемся два предмета дать, то нам не позволит. Так что мы улучшаем. Улучшаем мы вот за этот черный кристалл, как он, черный камень называется, да? Видите, 121, цена улучшения. То есть тут уже маленько переработали. Итак, у нас есть шесть архетипов. Это эксплоратор. Эксплоратор, он далеко бегает. Он получает информацию о враге на расстоянии. Также, когда дух машины в ярости, урон увеличивается на два. По поводу вот этой механики, в альфа-билде была такая штука, когда дух машины разгневан. Он может либо дать осечку, либо наносить крит, либо просто сработать без каких-то эффектов. Но сейчас, по-моему, это все дело переработали. И просто, когда дух машины разгневан, получается просто больше урона. Вот сделали так почему-то. Хотя, может быть, я ошибаюсь, но в обучающей миссии было именно так. Дальше. Это у нас электрогенераторы. На одно очко познания меньше требуют. Электрогенераторы, это, очевидно, такие средства поддержки. Они крепятся на рюкзак. Короче говоря, аугментация. У нас еще пока такого нет. И странник. Если у бойца нет оружия ближнего боя, урон увеличивается на единицу. По-моему, тут должно быть... Если нет оружия дальнего боя, должно увеличивать урон. Потому что, как бы, для бойцов без оружия ближнего боя уже тут есть скилл у доминоса. Ну ладно, это опять же детали. Посмотрим. Дальше секутер. Секутер это такой каратель. У него может быть увеличен урон и шанс крита. Дальше он направляет всех солдат атаковать выбранную цель. Техно-желец исполняет один из трех гимнов. Либо урон увеличить, либо энергоброню, либо физическую броню увеличить. Дальше оптимизация. Это у нас перезарядка когнитивных сосудов сокращается на единицу. Опять же, средства поддержки, аугментация и подкрепление. Мгновенно призывает солдата в любую точку поля боя. Полезная штука. Так, мы... Монариус, Монариус. Давайте-ка мы его сделаем секутером тогда. Нравится мне этот скилл на увеличение урона. И шанс крита. Одно очко вольем. Стоимость 121 останется 179. Окей. Отлично. И теперь мы можем ему еще оружие дать. Вот так. И переходим к нашему Джереми. Сейчас его тоже прокачаем. Так. Техауксилий. Это у нас кто? Это у нас товарищ, который, видимо... Тут у нас, игры, некоторые скиллы не переведены. Опять косяк локализации. Перезарядка защиты поля боя. Техножец благословен. Исполняет еще гимн. Короче, баф, да? Понимаю. Ваша следующая атака не будет раскладывать очки познания. Физброню увеличивает. Тут у нас благословение какой-то тоже баф. Не помню уже какой. Окей. Электромеханик. Это у нас, похоже, доктор. А нет. Электромеханик, он направлен как раз на получение очков познаний. Дает одно очко познаний в начале хода бойца. Дальше забирает все очки познания. Получает одно очко познаний после убийства. Перезарядка сканеров сокращается. И заполняет шкалу познания. Ага. Вот он, технопровидец. Это у нас доктор там. Который может чинить. Чищающее помазание. Активный эффект, пассивный эффект. Отрицательные эффекты действуют на один ход меньше. Ого. Понятно. Так. Восстанавливает одно очко здоровья в конце хода. Три очка здоровья цели. Восстанавливает перезарядка солительных когтей. У нас пока их нет. И молитва. Опять же, что делает, пока непонятно. Не помню я уже. Перевод отсутствует. Лучше на вооружение. Дальность стрельбы. Оружие дальнего боя увеличено на четыре. Это полезная штука. Я думаю, что мы, Джереми, и возьмем вот эту штуку. Дальность стрельбы. Хотя, возможно, стоит сейчас на очки познания. Больше внимания-то обратить. Так, цели одну единицу урона. Да, давайте возьмем все эти дальние стрельбы. Нормально будет. Итак, Джереми у нас доминос теперь. И Монариус у нас секутер. Вот этому чуваку тоже дадим топор. Да, слушайте, а можно дать две пушки, интересно. Это мне интересует. Имеет ли смысл вообще так действовать? Давайте проверим. Заодно и проверим. Хорошо. Сейчас мы перейдем еще на окно техники. Здесь у нас будут открываться оружие в процессе прохождения. Дальше вот в этой закладке инструменты. Тут, по-моему, как раз вот эти вот средства поддержки. Дополнительные такие аугменты, да? Если их можно так называть солдаты, то у нас войска с гитарей будут открываться все новые и новые. И корабль. Улучшение корабля это такие более глобальные бафы. И у нас, видите, пока ничего нет. Ну и гимны. Гимны, видите, как расположены в процессе увеличения их уровня, то есть их эффективности. У нас пока что один гимн «Летание жизни» восстанавливает 5 очков здоровья. И причем они открываются, если мы выполним какой-то мини-квест. То есть нужно какие-то достижения получить, ачивки. Нужно завершить 5 заданий, и тогда мы получим «Летание жизни» второго уровня и сможем уже на 10 очков здоровья лечить. Так, «Летание жизни» тут уже третьего уровня, это уже 15 очков. Хорошо. Гимн «Ремеслу». Урон следующей физатаки увеличен на 3. Ну, соответственно, чем больше уровень, тем больше. Одно задание без использования гимна нужно завершить, чтобы получить вот этот гимн, да? Надо попробовать. Благо, всевидение. Урон следующей энергоатаки увеличивается. Вот урон следующей просто атаки увеличен на 6. Тут убейте одного босса. Так, следующая вторая атака пробьет любую броню. Это хорошая штука, слушайте, просканируйте 12 некронов. Это будет легко сделать, я думаю. «Песень бережала самого кулака». Так, 2 единицы физ брони разрушит. Тут у нас 2 энергоброни разрушит. Так, молитва титана. Энергоброня увеличится на 3 на 1 раунд. Тут, наверное, физ броня, да? Да, молитва класс стали. О, вот какая-то, слушайте, само все выполнится по ходу прохождения. Дальность передвижения увеличена на 5. Наставление импульса на 1 раунд. Вот, пройдите 400 метров. Фига себе. Короче, надо побольше бегать. Даже если не надо бегать, надо бегать. Чтобы выполнялись квесты потихонечку. Благословение амнисии дает 3 очка познания. Вот эта штука полезная. Соберите 25 очков познания, это будет тоже сделать легко. Разряжает дух машины у всего оружия. Ну да, тут, видите, называется это зарядка духа машины. Хотя, на самом деле, он просто как бы раздражается. Чем больше он будет гневаться, и потом наступает фаза уже, когда он полностью разгневан. Тут называется это зарядка. Окей, наконец-то мы идем на задание. В прошлый раз мы путешествовали вот сюда, в зеленый сектор. Он сейчас, в принципе, там, наверное, все поменялось, конечно, потому что это уже новое прохождение. Но давайте-ка мы пойдем вот сюда. Мы получим Омнислик. Омниспик. В течение одного раунда цель будет промахиваться по бойцам с вероятностью 50%. Полезная штука, слушайте. Полезная штука. И топор амнисии. Обездвиживая цель. Вообще огонь. Надо к бойцам дальнего боя подходить тогда и фигачить их топором. Так, а там что за? Целительный коготь. Слушайте, он мне тоже нужен, на самом деле. Ну ладно, сходим сначала сюда. Тут везде, в принципе, сложности одинаковые. Там еще скоробей берут. Короче, идем в агролек. Магаса у нас всего лишь два. Так, этих берем. И у нас никто больше не доступен. Заполняем все сервиторами. Так, гимны. Нет доступных гимнов. Нас только один. Высаживаемся. Я призвал сюда тебя, лектор от Догматис Видекс. Потому что твое знание духовных вопросов и Догм Культа Механикус будет иметь решающее значение в борьбе с любым моральными угрозами на Сильви Тенебрис. Я могу осуществлять быстрый контекстуальный поиск по 543 тысячам двадцатому писанию. Я в любое время могу дать вам совет. Не прикалывайся в тете. Разговорчики их. Не целесообразное использование энергии Кагитатора. Пустая трата ресурсов Видекс. Неэффективное использование. Перейти к отсек аугментов для улучшения. Гробница Ксеносов предстала перед нами, словно ненасытная отроба, готовая полотить нашу чистоту. В каждом углу гробницы агролеха смердит святотатством. Как поэтично, Лектор Дагматис. Что нам делать, как думаешь? Я найду указания в писаниях Архимагаса, Венератуса и Иратик... Господи, что это... Ну и имена. Зловоние порочности добудет заразвейное благоухающим ветром веры. Один из моих сервиторов-кадильников изгонит духовную скверну с помощью благословенного Фимиама. Приступай немедленно. Именно таковы мои намерения, Магас. С вашей помощью дело амнисии будет исполнено. Фух, наконец-то геймплей, слушайте, я... Реально уже устал. Читать вот этот мелкий шрифт. Но он еще не кончился. Магас, сервитор-кадильник размещен у входа в гробницу. Все готово к запуску. Постой, Субдоминус. Сервитор-кадильник — хрупкий механизм. Он не предназначен для использования на неприятельской территории. Авелорниам. В истину хрупки орудия праведника. Эта священная миссия требует сопровождения. Хватит глупостей. Наших воинов в этой гробнице поджидает смерть на каждом шагу. Судуминус Хеппера, когда на чашу весов вброшена духовная целостность всей миссии, то можно пойти на риск. И сейчас дело обстоит именно так. Я уже отправил группу Хеппера. Хеппера, я предвидел твою эмоциональную связь с войсками. Если ты когда-нибудь станешь Думинусом, мне придется обучить тебя принципам командования. Благодарю вас, Магас. Сквер нахсеносов не менее опасен для нас, чем неприятельские орудия. Очень хорошо. Его воля будет исполнена. Ветра перемен. Высадка номер один. Так, отправьтесь на поверхность сервитура кодильника и очистите гробницу. Господи, это, слушайте, игра побила все рекорды по мелкаке шрифта. Да, немножечко осюжетное вступление у нас затянулось с вами. Минут на 25, да? Возможно, это какой-то картографический архив? Пугающее открытие. Кто знает, какие нечестивые планы враг строил на звезды. Стены зала покрыты подробными звездными картами с огромным множеством пометок на языке некронов. Похоже, это журналы межзвездных путешествий. Так, игнорировать их? Нас мало интересуют интеллектуальные дисциплины некронов. Нам следует спешить. Икона борства. Уничтожить их. Наша задача очистить эту гробницу. Творение чужаков не должно уцелеть. Или интерес. Сделать снимки звездных карт информация может оказаться ценной. Мы сделаем снимки звездных карт. Вот эти выборы вариантов, как вы помните, влияют все-таки на прохождение. По крайней мере, так заявляют разработчики. Подробные снимки звездных карт загружаются для изучения в кагитаторы. Цеста Металликон. Цеста Металликон, это, видимо, название корабля. Так, мы получили два очка опознания. Это хорошо. Это огонь. Мы могли также получить, например, запасы черного камня. Если бы разрушили или еще что-нибудь сделали. Короче, вариантов масса. Так, тут как, в принципе, идти-то непонятно. Вот у нас, видимо, конечный сектор. Но в наших интересах, в принципе, все исследовать. Потому что мы можем, опять же, черный камень больше собрать. И какие-то, возможно, предметы получить. Да, слева сверху это степень пробуждения. Чем больше тут число, тем больше будет у нас врагов. На каждом уровне, где будет драка. Это нестандартное поведение. И у вас появляются вопросы прислужникам, которым было поручено обслуживание машины. Максимы Амаланта. Опасайся предательства инструментов своих. Ибо откроют они лазейку врагу. Так, неожиданно для всех из лицовой панели сервиторы выдвигаются в окс-станция. Никогда ранее им не использовавшиеся. Синтетический голос пытается вступить с когортой в философскую дискуссию. Продолжить разговор с машиной. Привести диагностику для определения причин нестандартного поведения. Или вырвать фокс-станцию сервитера. Давайте изучим. Он все-таки направлен на познание. Мне так кажется. Мы никогда не узнаем, кто приложил руку к совращению машины. Остается надеяться, что он уже давно поплатился за свою ересь. Так, мы получили какой-то предмет. Генератор рефракторного поля. В течение одного раунда поглощает 5 единиц в ровно. Это вообще огонь. Уж где броня. Так, и инициатива некронов выросла. Вот она. Уровень пробуждения гробницы. Хорошо. Тут еще есть на самом деле такое глобальное пробуждение. Я забыл на экране заданий это показать. Там от нуля до 100%. Короче, как можно больше гробниц исследовать до того, как они там на 100% пробудятся и что-то нехорошее случится. Так, преимущество в инициативе пока у некронов, да? Я так понимаю. Идем дальше. Пробуждение некронов. Внимание, нас обнаружили. Ну, наконец-то драка. Прислужники понесут ритуальную кару за недостаточное усердие. Крайне важно вернуть сервитора во строй и быстро. Не догматы. Если суждено волею... Если суждено волею его свершиться, пусть свершится она без промедления. Так, сервитор-кодельник останавливается и начинает соргать едкий дым. На его корпусе вспыхивают руны внимания, указывающий, что ряд ключевых систем нуждается в обслуживании. Так, провести сугубо формальные ремонтные обряды. Привести ритуал замены ключевых систем сервитора. Или привести обряд капитального восстановления, включая песнь семи диагностических процессов и адендум фабрикатори. Слушайте, я вот просто искренне завидую тем, кто уже погружен вот в эту историю. Кто вообще в курсе, что за адептус механикус. Потому что я тут половину не понимаю просто. Ладно. Расширенный ремонт. Давайте ключевую систему заменим. Так, повреждение увеличено на единицу. Я так полагаю, что если бы мы больше времени не потратили, то есть глубокую диагностику провели, то мы бы еще больше прибавку получили. Так, ну сразу мы сюда не пойдем. Мы пойдем к... А нет, слушайте, это еще не конечная остановочка. Пошли сюда. Я, в принципе, не боюсь, что у нас будет много врагов. Мы всех победим. И просто в этом уверен. Магас, отключите этот шум, пока он не привлек внимание врагов. Не забудьте принять меры, дабы не повредить машину. Сервитор вызовет громкий сигнал тревоги. Возможно, случайно сработало оповещение о повреждении систем или вмешательство в конструкцию. Громкий звук сопровождается миганием тревожных огней и выбросами исключительно пахущего фемиана. Терпение. Так, слушайте, а вот что произойдет, если мы будем игнорировать это все дело? Так, уничтожить сбоящие модули сервитора просто нужно решить быстро. У вас нет времени. Давайте мы потерпим. Наверное, одного, скорее всего, потеряем, да? Сервитора в этом случае. Я предполагаю. В бою участвует меньше некронов. А больше некронов. Да. Сервитор продолжает издавать громкие, яркие и вонючие сигналы тревоги несколько минут. Когорта успевает приблизиться к намеченной цели, однако тревога привлекает внимание некронов. Блин. Че тут не выберешь? Все равно плохо, да? Беда, беда. Где же драка там? Так не пойдет, Магас. Это недопустимо. Скверна Аксианосов обретает в этом мерзком тумане физическую форму. Неужели ничего нельзя с этим сделать? Зловонное испарение, спускаемое механизмами Аксианосов. Перебивают священный фирмен Сервитора. Так. Смириться с окружающим изловонием. Скорее покинуть помещение. Молиться. Изгнать скверну с помощью молитв. Ну и попробуем пламенем. Очищающим пламенем. Речение Архимагаса Кортико. Стих 58. В молитве скрыта сила, но нельзя забывать, что и в пламени ее достаточно. Так, мы получили больше камня, да? Языки праведного пламени выжигают мязмы, расчищая кагорти путь. Вид огненных струй, одерживающих верх над ядовитым туманом, вызывает воодушевление. Неплохо. Неплохо. Все, пошли сюда. Тут что-то интересное. Символ. Эта панель управляет тяжелой дверью, перекрывающей вход в полное познание сокровищенцам. Если мы сможем подобрать нужные команды, то доберемся до заветного приза. Ну тут уже начинается как бы поле чудес. Две шкатулки. Как его не выберем? Непонятно, что произойдет. Так, минус два очка здоровья, офигенно просто. Так, внутри контейнера, похоже, оббуррит чистый бинарный поток. Вне всяких сомнений это творение ксеносов. Сквозь стершуюся изоляцию проскальзывают искорки данных. Мм, да. А, так это у сервитуры, я думаю. У Магаса. Так, мы еще не были здесь, по-моему, или были уже? Не были ведь там. Не хочу сразу в последнюю комнату идти. Ну, как вы видите, игра такая своеобразная, да, типа, походи, квесты повыполняй. Экшенчика тут не так уж и много. Короче, игре мне нравится. Пересекая зал, сервитур-кадильник внезапно проваливается сквозь пол. Тот не выдерживает веса машины. Теперь сервитуру необходимо извлечь из хитросплетения труп и механизмов, в которых он застрял. Так, спуститься в дыру и, собственно, ручно вытащить из нее сервитура. Заставить сервитеру поднять повышенную мощность из контур магнитной левитации, блин. Изготовить систему из... Нет, это долго изготовить систему. Давайте-ка магнетизм попробуем. Магнетизм. Когорта произносит управляющая команда, активируя нестабильные и потому редко используемые модули магнитной левитации. Сервитур успевает взлететь к краю дары, где ему помогают выбраться наружу. Прежде чем один из ключевых модулей выходит из строя с громким хлопком из торнов облака ядкого дыма. Сервитур спасен, однако за это пришлось поплатиться его структурной целостностью. Ну ничего страшного. Я готов с этим смириться. Все, пошли в финальную комнату. Воин Некронов. Обнаружена разломидность ксеносов. Подтверждено. Кагитаторы Реддита теперь работают с синтетическими формами. Непреодолимое волнение. Наконец-то мы можем изучить этого... Стандарт констракт. Воин Некронов. Обнаружены слабые места, плюс ни одного. Тревожно. Интересно, что за символы украшают их торсы? Должно... Бы... Не стоит недооценивать. Гауссовое оружие чрезвычайно нестабильное. Это правда. Мне говорили, что наши братья и сестры из механик воспогибли, пытаясь разгадать тайну этого оружия ксеносов. С ним нужно обращаться предельно осторожно. А еще, повторяю, повторная проверка кагитаторов. Всем известно, что они будут саморемонтироваться, восстанавливаться или реконструироваться, если дать им на это время. Раны, которые убили бы скитали на месте, для Некронов всего лишь сарапина. Ранга Си. Убейте всех врагов. Ух, ну что ж. Начинается бой. По механике боя, в принципе, все по-прежнему. Так. Это что такое, эта пятерочка-то враг? Что-то я не понял. Это турелька, что ли? Хрен его пойми. Ладно, расставляем тогда дальнобойника вот сюда. Они, в принципе, у меня все пока что дальнобойники. Так, вот в открытую встанем, мы ничего пока не боимся. Так, пошел вперед. Коему, дальность. Нет, не достает он пока оружие. Так, что там написано, блин? Сканирование. Господи, приближаешь так же мелко все. Так, по поводу графики. Вот чуть поменьше. Чуть поменьше стало мыло. Ведь, как вы помните, я там тоже камеру приближал. И вообще жуткое было мыло на заднем фоне. А сейчас чуть-чуть вот его осталось. Буквально. Окей, ладно, подойдем, посмотрим. Я еще не знаю, что это за штука такая. Я раньше не видел. И что, надо как-то использовать это все дело? Непонятно. Да, мы можем сначала, конечно, рассерва черепа поссать, чтобы получить данные. То есть, сколько хп, какая броня и так далее. В принципе, можем и вслепую все изучить. Одна единица урона, потому что энергетический урон этого оружия... Насколько у нас две пушки, то дважды мы можем пострелять. Ладно, завершаем ход. Так, у тебя какая дальность вообще? Да, хреновая у тебя дальность. Ладно. Этот чувак у нас пойдет в ближний бой. Если что. Блин, ему тоже надо, короче. Данные получать хотя бы вот с этого. 6 хп все. И что же, энергоброня. Хреновенько. Одну единицу урона. Маловато, короче. Я все-таки для теста постараюсь тут встать. А, нет, слушайте, можно ударить. 4 урона. Блин. Чуток не хватило. Тогда лучше отойду. Если можно атаковать, то... О, вот оно как, слушайте, интересно. Ух ты как. Можно на эту платформочку встать. Тут у нас некрон вышел из саркофага. Так, и мы можем, в принципе, сервитора призвать. Давайте призовем. Пусть он у нас танкует. Сарвитора это такой расходный материал. Пушечное мясо. Их надо очень активно применять. Так, подойдем и вдарим. Ну, хоть что-то. Окей. У нас уже, видите, дух машины разгневан. Но в данном случае пишут, что он заряжен. Заряжен и готов в бою. Короче, когда он заряжен, мы просто больше урона будем наносить. Вот. А что-то медь у этого бойца... Как бы дальность должна быть увеличена. Но что-то я не вижу, что она была увеличена. Это очень странно. Или это потому что... А, потому что загораживает, короче, у нас... Магас наш. Линию огня там. Два урона. Тоже два урона. Ну, нормально, в принципе. Так, ну что, по старинке подойдем. Сюда топором вдарим. Минус два уровня пробуждения. Не успел я прочитать полностью. И вот, для тех, кто, опять же, предыдущее видео не смотрел, мы отправили Некрона своего рода такой анабиоз. Короче говоря, у него сейчас начнутся протоколы восстановления. Если его не добить, то он восстановится и продолжит бой. Это неприятно. Но почти что неизбежно. Короче, пошли сюда вот подойдем. Я думаю, что надо ему потанковать маленечко. Какая-то дичайшая просто платформа тут гоняет. Мы сюда призовем пока сервит Тора, чтобы отвлечь внимание на себя. Я бы, в принципе, их так не расходовал, если бы у нас не был последний уровень на этой карте. Да, вот видите, как бы мы в ближний бой встали для чего? Чтобы если враг отойдет, мы могли по нему вдарить. Для бойцов в ближний бой эту механику надо не забывать пользоваться. Так, ладно, давайте заберем тогда очки познания. Так, и, наверное, с этим у нас уже этот чувак справится, а мы пойдем вот сюда. Блин, тут будет сложно, слушайте. Поглощено все. Надо помощь ней пушкой найти, раздобыть. Опять поглощено вул. Короче, это надолго. Так, отойду-ка я подальше. Может, он до меня не дойдет. В принципе, еще можно убежать. У нас, как бы, очки познания больше не на что тратить, но я все-таки рискну и не буду испытывать судьбу. Итак, что мы можем сделать? Можем вдарить. Ну ладно, давайте вот этого добьем тогда. Этого мы ударим, когда он попытается отойти. Он в любом случае попытается отойти, потому что, как бы, выбора-то у него особо нет. Ему, чтобы стрелять, нужно отходить. Завершаем ход. Так, я полагаю, что еще враги появятся. Должны, по крайней мере. Нет. Как бы уровень пробуждения это три. Огромница. Еще один саркофаг, видите, там активен. Так. Ну, хоть бы крит. Два урона, в принципе, неплохо. О, нормуль. Так, минус одна броня. Это разрушено, видимо, топором. Так, ну этого чувака мы не добьем сейчас пока что, да? Ну, в принципе, он, наверное, не сможет, не будет стрелять по Магасу. Так, и можно, в принципе, сюда убежать. На платформу я уже не успею. А, короче, мы вот эти сканеры уничтожаем, чтобы уменьшать, видимо, угрозу, да? Насколько я понял. Так, пока что в недосягаемости. Пять урона, отлично. Кто-то вдарил, так вдарил. Груза устранена. Задание выполнено. Сервитор-кодельник достигает пересечения воздушных потоков, которые помогут разнести священный дым по всей гробнице. Когорта охраняет сервитора, пока фемиам не сгорит полностью и сможет сопроводить его назад к входу гробницы. Электр догматис. Сервитор-кодельник доставлен в глубины гробницы. Нынче же его священный фемиам пропитает все это строение. Положительный результат, Магас. Правильно и уместно, что вы видите, как я справляюсь с опасностями третворного влияния ксеносов. Осталось лишь увидеть, что гробница стала менее опасна для наших войск. По крайней мере, теперь здесь не так сильно смердит. Магас, я надеюсь, что вы и впредь будете относиться к ксеносам с ненавистью и презрением, которых они достойны. Исследуя этот мир, не забывайте слова бинарного иерарха Гефсимора. Тот, чей разум слаб, будет пытаться понять ксеносов. Тот, чей разум крепок, уничтожит их, благословляя их неведение. Так, а что-то он потратил в минус 30. Это, видимо, ему на восстановление хпшки, что ли? Вот эту деталь я ксайгре не знал, что это так работает. Ладно. Три процента, ага. Короче, итоговая тревога преобразуется вот в эти проценты. Надо как можно меньше угрозы генерировать, пока мы там находимся. Ну, в целом понятно, да? Щелочков мыши 249. Фига себе. 51 метр, убито бойцов 2. Закрыть. Так, уровень следующей физической атаки увеличен на 3. Гимн Аримис Лу. Пусть неправедные будут и корчатся в страхе. А бегут и корчатся в страхе. Им все равно не укрыться от нас. Ох-ох-ох, да, слушайте, огонь, огонь. Ну че ж, на этом я первый эпизод, пожалуй, закончу. Всем спасибо за то, что посмотрели. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Если вы ждете продолжения этой игры на канале, не забывайте глядеть в описании к видео. Если вы не знаете, где взять эту игру по дешевке, то я вам ссылку оставил. Ну что ж, на этом все. Всем удачки. С вами был Антик. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok